Привет, Страж! Внимание! Очень полезное, но немного сложное видео. Чутка математики будет, чутка задротства потребуется. Зато результат, твой персонаж куда сильнее и куда живучее. А ведь именно этого нам не хватает, правда? Так что давай, устраивайся поудобнее, заваривай кофе и погнали разбираться. Но прежде чем мы перейдем к главной теме этого видео, давайте я расскажу вам про игру Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends это не какая-нибудь мультяшная мобильная игра с единорогами и радугой, а настоящее эпичное приключение в мрачном, брутальном мире фэнтези с реалистичной графикой. Более 400 чемпионов для прокачки и коллекции, орки, эльфы, люди и другие персонажи. Более миллиона билдов на разных классах и конечно же возможность играть с друзьями и вступать в кланы. Ну и главная новость, теперь Raid доступна не только на смартфонах, но и на ПК. Игра запускается гладко, выдает потрясающую картинку, но самое удобное, что ваш аккаунт и персонажи будут общими на любой платформе. А значит, вы сможете играть в Raid Shadow Legends где и когда удобно. Конечно же и ПК-версия и версия для мобильных абсолютно бесплатна. Так чего же ты ждешь? Под видео тебя ждет ссылка на скачивание игры. Качай Raid Shadow Legends только по моей ссылке и получай 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для игроков, которые только начали свое приключение. Я уже жду тебя в рейде. Вперед! По ходу сезона при выполнении определенных активностей вы сможете получать сезонные модификаторы. У этих модификаторов есть новая механика, которая называется Charged with Light. С этой механикой вы получаете особые преимущества. Есть модификаторы, которые позволяют накопить эти стаки, а также модификаторы, которые используют их и дают те самые бонусы. Эти модификаторы можно использовать где угодно. Мы очень ждем релиза этих модификаторов. Это слова разработчиков из презентации сезона Рассвет. Большинство, в том числе и наша команда, и твоя команда, и соседняя, пропустили это мимо ушей. Потому что сложно. Да, а нормально никто не объяснял. Попытки, конечно, были, но... Итак, что вообще такое Charged with Light? Charged with Light заряжен светом. В русской локализации уникальная геймплейная механика, которая появилась с началом сезона Рассвет. По сути, это сезонный набор модификаторов на броню. В адоне отвергнутые мы уже сталкивались с подобными модификаторами против улья, падших, одержимых, уникальные модификаторы Левиафана и тому подобное. В Обители Теней также были сезонные моды, например, с рейда. Сезон Рассвет не стал исключением и добавил в игру еще комплект, однако в этот раз у модификаторов есть ряд важных изменений. Насколько сейчас известно, все модификаторы можно выбить только по ходу сезона Рассвет, поскольку добываются из планетарных обелисков, которые должны пропасть в марте. Эти модификаторы не привязаны к рейду или другой активности и работают везде, даже в ПВП. Для использования модификаторов требуется соблюдение особой механики. Заряжен светом, то есть вы должны зарядить одну ветку модов, если это можно так выразить, а затем использовать этот заряд в качестве особых бонусов. Как их выбивать? Добываются моды предельно просто. Вы прокачиваете все планетарные обелиски и затем у них же выкупаете нужные моды. Рекомендуем успеть сделать это со всеми обелисками сейчас, чтобы у вас было больше выбора. Достаточно прокачать каждый обелиск до 11 уровня, чтобы иметь доступ ко всем трем модам, что он предлагает. Но ты же игрок с большой буквы, прогриндил весь сезон и у тебя уже все моды есть. Что ж, тогда давай разберемся, куда моды вставлять. На момент выхода этого видео эти модификаторы можно использовать только на броне сезона рассвет. Но как мы знаем, благодаря грядущим мартовским изменениям, с выходом нового сезона, эти модификаторы можно будет использовать на броне сезона бессмертия, сезона рассвет и сезона достойных грядущего. Так что моды останутся актуальными и далее. Именно поэтому говорить об этом сейчас не поздно, а как раз таки самое время, чтобы вы успели изучить новые механики, привыкнуть к ним и в новом сезоне просто кайфовать от своего билда. Итак, как я сказал ранее, у модов особая система работы. Вам нужно сначала зарядиться, а затем получать из зарядов профит. Это в двух словах, на деле все куда глубже. Вот сейчас вы видите, как отображается активный заряд света при его получении. Получить этот заряд можно только в том случае, если вы используете сезонные модификаторы рассвета, которые позволяют получить этот баф и потратить. Получить этот заряд можно только в том случае, если вы используете сезонные модификаторы рассвета, которые позволяют получить этот баф. Эти модификаторы можно определить по зеленому цвету иконок. Существуют следующие, эти самые зеленые модификаторы, которые заряжают вас светом. Подзарядка. Зарядитесь светом с помощью сферы света. Для его установки потребуется 3 энергии брони, вне зависимости от стихии на броне. Перк простой. Подобрали любую сферу света, хоть от ульты, хоть от оружия, получили заряд. Заряд уничтожителя щита. Второй накапливающий мод. Зарядитесь светом, пробив вражеский щит энергии соответствующего типа. Стоит жалкую единицу энергии брони. Работает только в ПВЕ. Тоже предельно просто. Сбили щит противника совпадающим элементальным уроном, получили заряд. Третий мод. Усиленное добивание. Зарядитесь светом, добив врага с использованием 1 десятой части вашей энергии суперспособности. Стоит тоже 1 энергию брони. Красиво добиваем противника, тратим часть заряда супера и получаем нужный нам заряд света. Следующие 3 накапливающих заряда мода привязаны к убийствам с разного типа оружия. Точный заряд, ставится только в пустотную броню и требует 1 энергию брони, даст заряд за счет нескольких прицельных добивающих попаданий из линейно-плазменной или снайперской винтовки. Но заберет минус 10 единиц от вашего параметра дисциплина. Время на двойное убийство целых 5 секунд. Этого более чем достаточно даже в ПВП. И есть еще 2 очень похожих мода. Быстрый заряд и радиус взрыва. Первый работает аналогично, но при использовании плазменных винтовок и дробовиков. Более популярные типы оружия, потому и стоимость установки этого мода выше. Стоит 5 энергии брони и доступен только на электрических шмотках. Ну а радиус взрыва заряжает светом за быстрее уничтожение нескольких врагов гранатометами или ракетными установками. Стоит 3 энергии брони и ставится в солнечные шмотки. Кроме вышеперечисленных модов есть еще несколько дополнительных, также для набора зарядов. Заряженность позволяет получить 1 дополнительный заряд света. Его можно установить в солнечную броню, использовав 2 энергии брони. Что за дополнительный заряд? Дело в том, что по умолчанию вы можете иметь только 2 заряда света одновременно. Каждый мод заряженность увеличивает запас на еще одну. Да, эти моды можно стакать. Еще есть мод заряд заряда. Благодаря ему вы получите дополнительный заряд света за каждый полученный заряд. Но есть штраф минус 10 единиц от вашего восстановления. Стоит мод 4 энергии и ставится в пустотную броню. Если вы, допустим, используете мод перезарядку, это тот, который за подобранную сферу, то при подборе вы получите не 1 заряд света, а сразу 2. И так работает со всеми модификаторами, которые дают заряд света. Ну и последний мод на накопление, влиятельные друзья. Электрический мод. Заряжаясь светом, вы заряжаете и ближайших незаряженных союзников. Что тоже очень круто, особенно если вы играете хорошо сыгранной командой, которая понимает, что она делает, и хорошо понимает функцию модов. Так что поделись этим видео со своими сокланами и напарниками. Итак, это моды, которые дадут вам баф заряжен светом. Но при этом само по себе появление на вас заряда светом, не дает абсолютно никаких бонусов и улучшений. Этот баф является лишь топливом, которое расходуется при активации модификаторов, которые дают различные бонусы. О них мы поговорим далее. Отображается баф для того, чтобы вы знали, сколько у вас осталось зарядов для использования бонусов. И еще одна важная заметка. Вы будете получать заряды только в том случае, если на вашем персонаже есть модификатор, который использует эти заряды. То есть при наличии в вашем сете и создающего баф мода, и расходующего его. И вот мы подошли к самому главному. К модификаторам, которые используют накопленные вами заряды, и к бонусам, которыми они вас наделяют. Удивительный свет. При убийстве противника в рукопашном бою, или с помощью меча под действием бафа заряд света, вы создаете сферы света. Так работает принцип механики любого мода. Как только вы совершите требуемое действие, то ваш заряд света исчезнет, и бонус от модификатора будет активен. Удивительный свет. Один из самых непопулярных и неинтересных модификаторов, бонус которого не стоит вашего заряда света. Однако, как и всегда, дьявол в деталях. У мода есть одна изюминка, о которой мы поговорим позже. Грубая сила, еще один мод, перерабатывающий энергию бафа. Используйте заряженную атаку ближнего боя, и потребляя один заряд силы, восстанавливаете половину этой самой ближней атаки. Еще один модификатор, бонус которого не особо интересен. Однако, как и в случае с удивительным светом, у него есть своя изюминка, так что к нему тоже вернемся. А пока, защитный свет. Один из самых сильнейших модификаторов для ПВЕ активностей, который, возможно, заставит вас играть по-другому. Благодаря ему, как только ваше здоровье доходит до критических показателей, до красной индикации здоровья, и чем больше ваш заряд света, тем дольше будет длиться таймер дополнительной защиты при его активации. Грубо говоря, ваш персонаж автоматически поглощает имеющиеся заряды света и активирует защиту, которая понижает весь получаемый урон на 50%. И эта защита просто невероятно выручает вас в самых сложных ситуациях. В те самые моменты, когда вы либо уходите за укрытие, либо умираете. Более того, стоимость этого модификатора очень низкая. В потенциале всего лишь 3 энергии за весь комплект брони, усиленное добивание для создания зарядов света и сам защитный свет. Самой популярной же связкой является подзарядка и защитный свет, что стоит всего лишь 5 единиц энергии. Для такой защиты это абсолютная мелочь. Да, защитный свет забирает 10 единиц силы, но неужели вам жалко? И да, этот модификатор не работает в ПВП. Следующий мод слабее. Заметно слабее. Дополнительные резервы. Уничтожение противника с помощью пустотного урона расходует все накопленные заряды света и дает вам шанс получить особые боеприпасы. Чем заряд света сильнее, тем выше шанс. На двух стаках он срабатывает все равно крайне редко. Да и патронов дает мало. В качестве пустотного урона работают как пушки, так и способности. Да и вы наверняка знаете моды, которые и без того помогут вам получить нужные патроны. Самоисцеление. Интересный модификатор, который восстанавливает здоровье мгновенно. Но, к сожалению, здоровье восстанавливается не очень много. Более-менее эффективен при стаке нескольких модов. Огневая мощь. Примерно как грубая сила, только про гранаты. Убийства с гранат поглощают ваш баф, но восстанавливают часть энергии гранат на около 20%. Слабый модификатор, которому не стоит уделять особое внимание, только если ваш билд не включает в себя постоянное использование гранат. Перед тем, как я расскажу о последнем модификаторе, хотелось бы затронуть тему дополнительных бонусов. Дополнительные бонусы – это дополнительные свойства. Да ладно! Которые дополняют ваш модификатор, если вы выполните требуемое действие. Разбираем. Удивительный свет и неуловимость. Получите сопротивляемость урону во время бега от всех врагов, не являющихся стражами. Для активации бонуса нужно использовать на броне любой другой арковый модификатор. Помните, говорили об изюминке? Вот и она, собственно говоря. Шок-момент заключается в том, что для использования этого бонуса не нужно иметь заряды света. То есть вы можете не использовать моды, которые дают заряды света. Отличный модификатор для спидранеров. Быстрый заряд – постоянная готовность. Значительно ускоряет готовность к бою плазменных винтовок, дробовиков, пистолетов-пулеметов и мечей. Для активации бонуса нужно использовать на броне любой другой электрический модификатор. Интересный модификатор. Эффект от быстрого извлечения он, конечно, не дает, но в том же гарниле может спасти. Для его активации вы можете потратить всего одну энергию, активировав сопротивляемость молнии. Влиятельные друзья и повышенная подвижность. Плюс 20 к подвижности. Для активации бонуса нужно использовать на броне любой другой электрический модификатор. Один из самых популярных модификаторов в сообществе. Для активации этого бонуса потребуется 5 единиц энергии, 4 на сам модификатор влиятельные друзья и 1 на сопротивляемость молнии. 5 единиц энергии ради 20 подвижности. Возможно, энтузиастам характеристик это понравится. Особенно охотникам, которые собирают 100 подвижности для пвп. Грубая сила, плюс оружие к бою. Находясь в окружении множества врагов, уничтожьте врага плазменной винтовкой, дробовиком, пистолетом или пистолетом-пулеметом. И получите дополнительные патроны для этого оружия. Для активации бонуса нужно также использовать на броне любой другой электрический модификатор. А вот это куда интересней. Правда, стоит вся эта красота очень дорого. 8 единиц энергии. Если ваш стиль игры не подходит к работе этого бонуса, то нет никакого смысла использовать его. Вы просто не почувствуете всю имбовость, так скажем. На этом бонусы модификаторов заканчиваются. Как вы могли заметить, все они связаны с электрической энергией. Итак, теперь переходим к заключительному модификатору. Высокоэнергетическая стрельба. Получите бонус к урону оружия, когда вы заряжены светом. Каждый убитый враг потребляет один заряд света. Этот потрясающий модификатор стоит всего 4 энергии. Более того, он не привязан к стихии. Бонус к урону пушек составит 20%. Это, мягко говоря, дохрена. И бонус будет работать до тех пор, пока вы не убьете врага. В ПВЕ вы можете бегать с этим бонусом практически всегда. Благодаря модификаторам, которые дают заряды света. Та же подзарядка, например. Убили пару врагов, создали сферу света, подобрали сферу света, получили заряд. А если у вас есть заряд заряда, то вы сделаете сразу 2 заряда, что поможет вам создать полноценную цепь. В ПВЕ контенте этот модификатор особо популярен. В сумрачных налетах на уровне сложности мастер, где бремя и дзенаги убьет воителя кабал за 1 выстрел под действием божественности. Но важно знать, что эффект этого бафа не стакается с кладезем варлока или куполом титана. Так что не путайте этот момент. Ну и ты точно не ожидал, но этот мод работает и в ПВП. То есть увеличение урона в ПВП на 20%. Да-да, ты не ослышался. Для начала нужно получить заряды света. И здесь есть по сути только 2 выбора. Первый, подзарядка, подобрали сферу света, получили заряд. И второй, быстрый заряд, точный заряд или радиус взрыва, в зависимости от оружия, которое вы используете. Помните, что у вас есть окно в 5 секунд, чтобы убить двух противников. Сделать это с дробовиком, плазменной винтовкой или снайперской винтовкой вполне возможно. Обязательно нужно иметь заряд заряда, чтобы у вас было 2 заряда после каждого получения. Напомню, что модификатор будет работать до тех пор, пока вы не убьете врага. Убили врага, потратили заряд. А ведь у вас остался еще один. После смерти, разумеется, заряды пропадают. Но, конечно, в ПВП этот модификатор очень ситуативен. Нужно набрать заряды света. Нужно не умирать. Нужно попадать. Цена всего удовольствия большая. Да и в конце концов, применима такая связка, точнее цепочка задач, только к быстрым матчам, где у нас и сидят главные профессионалы гарнила. Что ж, я знаю, для кого-то эта инфа не новая, и ты молодец, что знал все это. Но не молодец, что не рассказал никому. А мы вот рассказали. Надеюсь, теперь наши знания помогут тебе стать сильнее. Нужно лишь уделить немного времени вашей броне и ресурсам. Конечно, лучше всего эти моды показывают себя не в регулярных активностях и подойдут игрокам, которые хотят шарить в игре. Хотят ставить перед собой челленджи для тех, кто любит потравить соло различные сложные задания. Но это пока что. Не исключено, что в следующем сезоне они станут еще более полезными повсеместно. В том же побоище сумрачного налета. Спасибо за просмотр, Страж. Я надеюсь, ты подписан на канал и на группу ВКонтакте. Мы стараемся собирать для тебя самую полезную инфу и самые свежие новости. Так что не пропускай и будь в курсе. Счастливо!